Тема сегодняшнего общения «На всех путях твоих познавай его». Вот мы с нашими подростками оказались на не наших путях. И чтобы вам было более понятно изложение нашей темы, нам пришлось полтора часа блуждать не по нашим путям. И мы теперь наглядно и на практике знаем, что такое наши пути, а что такое не наши. Нам с Ейской ехать очень далеко, почти 380 километров. Мы выехали рано, ну не рано, но утром выехали, где-то часов 9, наверное. И вот мы ехали и подъехали к городу Белореченску, или к Услабинску. И там есть мост. И вот обычно на этом мосту мы проезжаем быстро, так, хорошо, хорошо. Правильно говорю, да? Услабинск, да. Река Кубань. Да, река Кубань. А так нас встретил мужчина какой-то с палочкой. И он этой палочкой сказал, что нам ехать туда нельзя. И он говорит, вам надо ехать через Некрасовку. Но я сколько лет прожил на свете, даже не знал, что она существует, такая страница, понимаете? Но все равно мы поехали через эту Некрасовку. Поехали направо, как показал нам этот мужчина с палочкой. Он говорит, направо. И мы поехали направо. Едем, а навигатор не соглашается. Говорит, вам надо налево. Но мы спорили с навигатором, спорили. И потом все-таки решили его послушаться. И по каким-то колдобинам в этом поселке мы повернули налево. Ехали, ехали. Навигатор возрадовался и говорит, правильно едете, молодцы вы едете, вы едете правильно. И привел нас опять к этому дяденьке с палочкой. Ну потому что, потому что же навигатор не знает, что мост закрыт. И он нас опять туда. Он смотрит на нас. А мы ему газету подарили, веришь ли ты. Он, наверное, думает, что еще одну привезли. И он говорит, через Некрасовку. Ну мы это уже слышали же. И решили на этот раз его тоже послушать. А навигатора не слушать. И стали искать эту Некрасовку. Нашли эту Некрасовку с трудом большим. Потом поехали дальше. Едем дальше. А там поворот на Пшехскую. И вы знаете, и вот тут я смотрю на этот поворот. И где-то внутри моего сердца закралась мысль. Надо поворачивать. Но когда я посмотрел на ту дорогу, вот все мое, вот внутренность не поворачивает туда. Но я не за рулем был, брат за рулем. Я говорю, слушай, туда не надо поворачивать. Там какая-то нора, вот такая, знаете, вот какая-то, ну такое ощущение, как это большое животное живет, а не дорога. Нора. Воды полно. Грязь, какие-то камни. Ну как туда ехать? Туда нельзя ехать. Ну мы поехали мимо, прямо. Да, мы не поехали туда. Зачем нам по железной дороге ехать? И мы поехали прямо. Едем прямо, 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 прямо. И вдруг навигатор говорит, налево поворачивай. А налево дороги нет, есть тропинка. И мне кажется, что эту тропинку, ну вытоптали вот мамонты, знаете, они давно еще жили, и вот они вытоптали. То есть опорно осталась эта тропинка, там люди не ходят. Ну и разумеется, мы проехали тоже прямо, ну потом я посмотрел по карте, ну прямо там мы приедем куда угодно, кроме Абширонска. Поэтому мы развернулись и поехали по этой тропинке. Это очень тесно было, и вот как-то там, ну там не было никакой намеку на дорогу. И вот мы едем, едем, едем. И приехали на полянку. Полянка красивая. На Абширонска не похожа. И сзади вдруг едет какой-то еще, какой-то автомобиль. Но мы думаем, раз еще один автомобиль едет, значит здесь живут люди, значит есть какая-то цивилизация. Спросили. Они говорят, не, на что там вообще нельзя ехать. Это мы здесь по каким-то своим делам едут. Мне до сих пор интересно, что они там за дела. Вот, но тем не менее мы вернулись. Вернулись аж почти до Белоречки и поехали на эту Пшерскую под этим мостом. И в конечном итоге приехали сюда, опоздав на полтора часа. Вот такая наша история. Мы оказались на путях, на которых нам быть не надо. Я хотел задать вопрос. А у вас были случаи, когда вы оказывались на путях, где вам быть не надо? Были такие случаи или нет? Были. Вот притча 3 глава 6 стих, о которой мы сегодня будем с вами рассуждать. Написано так. «На всех путях твоих познавай его». Вот эта фраза «на путях твоих». Оказывается, в нашей жизни есть пути наши или пути твои, и есть пути не наши или пути не твои. Я хочу сказать, что я